Друзья, привет всем, с вами Диодант. Сегодня я хочу вас познакомить с замечательной игрой про динозавров под названием Paraworld. Вообще, наверное, это все-таки одна из самых лучших стратегий, если даже не игр, связанных с динозаврами. Потому что когда-то я просто очень сильно о ней мечтал, но, к сожалению, мой компьютер ее не тянул. А потом, знаете, как-то диски пропали, не появлялась она на прилавках. И только вот сегодня мне удалось, по сути, ее скачать, найти кое-где. Кстати, ссылочку я оставлю в группе. Будет создана специальная тема, где вы сможете найти моего друга, который раздает эту игру. Поэтому обязательно переходите в группу, там найдете всякие разные интересные фишки и финтифлюшки. Итак, о чем эта игра? Есть, конечно же, в ней и кампания, есть в ней и сюжет определенный. Но сюжет я трогать не буду. Я хочу вам сегодня показать конкретно, какие динозавры здесь есть, какие войска вы можете нанимать, что вы вообще можете делать в этой игре. Сейчас я играю за одну из трех, по-моему, доступных наций в этой игре. Это кочевники. То есть мы видим, что у нас тут настоящий передвижной лагерь. Сейчас мы еще построим с вами дополнительные себе бараки и потихонечку будем нанимать все, собственно говоря, первые войска, доступные нам. Также в игре есть викинги и какой-то племя драконов, что ли, как-то так оно называется. В общем-то, я, ребята, немножко подзабыл. Да, здесь скорее, знаете, такая китайская или японская цивилизация. Мы же с вами сейчас давайте, во-первых, попробуем пособирать пищу. Во-вторых, нам надо все-таки разобраться и собрать себе всю необходимую провизию ресурса для того, чтобы перейти на следующий левел. Для этого мне необходимо 200 единиц продовольствия и, собственно говоря, 10 черепушек. Эти черепушки мы с вами сможем получить за счет наших динозавров. То есть здесь за каждого... за каждое животное, за каждого противника вы получаете определенные ресурсы. Давайте вот мы сейчас с вами соберем мясцо себе. И, соответственно, пока что наша разведчица пошла вдогонку за этим майозавром. Авось успеет разобраться, хотя мне кажется, что это будет очень-очень долгая история. Ну, майозавры это дружелюбные товарищи, они на нас не нападают. Тем не менее, здесь есть такие динозавры, которые вообще без проблем могут на вас попытаться напасть. И будет вам... Давайте еще намемся несколько копейщиц, чтобы себя поувереннее чувствовать. И, конечно же, нам понадобится потом построить себе дополнительные палатки, дабы у нас было больше народу. Давайте все-таки мы с вами возьмем и сейчас вот отнесем древесину и нападем на этого майозавра. Потому что все-таки надо поскорее уже перейти на следующий левел. Тут все происходит. Война этой бедной разведчицы с майозавром. Она уже его, по-моему, замучила. Далее здесь майозавр, по-моему, убегает от нас просто-напросто. То есть этот товарищ не хочет драться. Давайте посмотрим, как происходит развитие у викингов. Викинги, вы, как понимаете, тут могут нанимать своих хороших и годных воинов. Я себе в качестве союзника взял тоже кочевника. Надеюсь, что мы с ним вместе справимся с врагами. Почему именно кочевники? Потому что именно они способны приручать крутых динозавров, стегозавров, брахиозавров, анкилозавров. В скором времени вы увидите этих ребятушек. Это произойдет очень скоро. Давайте мы с вами пока что возьмем себе, поставим еще одну дополнительную палаточку. Дабы у нас побольше народу было. Также в игре есть возможность строить таверны, в которых вы можете нанимать себе героев. Они дают определенные бонусы, бафы вашим войскам. Да и сами по себе, в принципе, неплохо так сражаются. Конечно же, игра устарела. Это, знаете, такая классическая РТС, а-ля построи свою базу и тащи, нагибай, батька всех мочи. Но для своего времени это, знаете, была для меня самая настоящая игра мечты. Просто игра мечты, ребята, реально. Потому что очень и очень хотелось мне в нее поиграть. Однако, как я уже говорил, с компьютером, к сожалению, была беда. И я наблюдал эти скриншоты, я смотрел видеоманию, где рассказывалось про эту игру. Я думал, блин, ну как же это круто. Еще, знаете, вот это детское воображение, оно постоянно дорисовывает все то, что происходит. Это, конечно же, смотрелось и выглядело очень классно. Напишите, кстати, в комментариях обязательно, какие еще крутые игры вы знаете о динозаврах. Ну, кроме Ark Survival Evolved, я думаю, эта игра всем знаменита. Давайте мы с вами сейчас построим малую диноферму, поскольку нам необходимо построить себе дополнительный передвижной лагерь. Ибо, видите, у нас количество ресурсов практически заполнилось. И, в общем-то, надо с этим что-то делать. Поэтому мы с вами нанимаемся в дополнительный передвижной лагерь. Поставим его рядышком с каменоломней. Здесь же остальные наши ребята. Сейчас мы с вами еще ускорим производство. Пусть они здесь занимаются добычей древесины. Возможно, мы тут еще с вами нападем на некоторых из динозавров. Такс, отлично, диноферма готова. Ух ты, это кто такие? Это вроде наши бойцы, да? Они умудрились замочить диплодока. Ребята, или нет? Нет, они не... Он просто у нас прилег, ребята. Я уж думал, нифига себе. Вот это, ребятки, очень жесткие. Уже на таком раннем этапе взяли и замочили диплодок. Но это было бы очень и очень необычно. Давайте мы с вами себе наймем еще нескольких обычных ребятушек. Далее часть наших рабочих отправим на добычу древесины. И сейчас я могу уже построить себе, во-первых, среднюю диноферму, могу построить разведчицу. И вообще надо бы где-нибудь тут уже окончательно обзавестись провизией, едой, разобраться, где мы с вами четко сможем воевать. Опа! Опа-опа-па! А на мою разведчицу напали, друзья мои. Здесь было несколько... Па-па-па-па-па-па. Здесь было несколько враждебных по отношению к нам динозавров. Надо быть вообще аккуратным. Надеюсь, что они не придут непосредственно на мою базу, потому что я сейчас, ну, как вы понимаете, пока что не готов к тому, чтобы обороняться от них. Так, далее. Опа, это кто такая? Слушайте, это, по-моему, к нам прибежало... Да вроде как союзник, вроде как они нападают. Но только я не понимаю, зачем они пришли ко мне на базу, это очень странно. А далее с вами мы как сделаем? Возьмем часть рабочих и построим себе... Да, вроде это союзники. Построим себе среднюю диноферму. Надо только найти место для нее. Для того, чтобы я уже мог себе нанимать стегозавров. То есть стегозавр это такой замечательный динозавр с шипами. Ой, ребята, что-то мне вспомнилось, как я в детстве фанател от динозавров. Как вот этот вот паренек, который стал популярен в прошлом году. У меня просто было огромнейшее количество этих всяких энциклопедий про динозавров. Смотрел, как же там называлось, Дроздов еще комментировал. То ли в мире динозавров, то ли как-то так. В общем, это было, ребята, очень классно. Я был самым настоящим фанатом этого дела. Просто куча, куча, куча всяких разных энциклопедий. Про стегозавров, про панцихефалозавр. Что-то такое, у которого каменная фигня на хвосту, которая позволяет ему обороняться. В общем, в общем, что называется, был настоящим фанатом своего дела. Ну, а что нам сейчас с вами необходимо сделать? Нам надо где-нибудь найти, вот, по-моему, кстати, анкелозавр, среднее животное. Нам надо с вами сейчас обзавестись провизией конкретно, чтобы у нас было много провизии. Ибо некоторые из бойцов тут, видите, у нас отдыхают. Что-то они страдают какой-то херней. Тем временем это противники наши развиваются. И в скором времени, если я тут не обзаведуюсь нормальными войсками, мне будет очень и очень больно. Поэтому давайте мы с вами тех, кто камнем, добычей камня занимается, перевидим, соответственно, на провизию. Нам надо как можно быстрее перейти на третий ранг. При этом у нас появляется наш первый стегозавр-перевозчик. Мы с вами, соответственно, четыре наших копейщика на него сейчас посадим. Возможно, отправимся сейчас фармить непосредственно вот этих вот динозавров, которые очень агрессивны. Кстати, здесь уже, ребята, обратите внимание, ходят вражеские патрули. Правда, они пока что вот не забирают медальон изобилия. И это очень хорошо. Далее мы с вами укажем точку сбора сюда. Укажем несколько воинов, чтобы они у нас производились постепенно с пищей. В общем-то, большая беда сейчас у меня. Очень и очень большая беда. Так, ну что тут у нас с вами? Камень заполнен. Давайте тех, кто тут остался, возьмем сейчас. Забьем этого бедного майозавра. Быстренько ему тут накидаем несколько плюшенций. Тоже начнем собирать продовольствие. Такс, и медальон изобилия. Слушайте, неужели забрал он? Копейщик. Ну-ка, 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 погодите-ка. Тут уже где-то мой стегозавр должен оказаться рядышком. Надо попытаться, возможно, даже отобрать этот медальон. Да-да-да, ребята. Но тут, видите, вот эти динозавры, блин, они очень лютые. Сколько у них хп? Четыре тысячи хп, ребята! Нет, туда я, конечно же, и не смогу отправиться. Разве что попробовать одного героя, либо разведчика как-то быстренько туда перевезти. В общем, пока что, как вы видите, между нами стоит эта четверочка динозавров, которые, ну, не позволят противникам к нам прорваться. Хотя здесь, посмотрите, что-то происходит. На передвижной лагерь напали викинги. Нам надо подстраховать наших товарищей. Поэтому давайте сюда сейчас переведем своих бойцов. Викинги вообще офигели уже. Перешли на нас тут в контратаку. Мы же с вами пока что занимаемся добычей продовольствия. И можем себе вот анкилозавра с катапульта, либо просто вот анкилозавра нанять, соответственно. Тем не менее, топаем мы с вами быстрее сюда, потому что передвижной лагерь уже практически уничтожен. У диплодока вообще пять тысяч хп, друзья мои, чтобы вы понимали. Пять тысяч хп, Карл. Это очень много. Так, тем временем, что у нас здесь? Практически полностью мы с вами собрали древесину. Давайте нападем на майозавра. Будем получать с него, соответственно, добро. Далее, мой стегозавр прибывает. Нападает, наконец-таки, на воинов-викингов. Сейчас начнет им... Начнет их выбивать. Тем временем, вроде как, вражеские динозавры отошли. Мы с вами можем взять себе медальон изобилия. Добро. Разобрались мы с вами шикарно с викингами. И теперь надо бы найти себе еще какой-нибудь... Какой-нибудь источник всякого разного добра. Так, все, медальон взял. Хорошо. Медальон взял и побежал давай обратно, родимый. Ангелозавр тем временем появился. В общем, сейчас постепенно мы с вами будем собирать нашу такую грамотную армию. И для того, чтобы перейти на следующий уровень, я уже могу перейти в эпоху 3. Это просто супер. Собирается у нас продовольствие. Наши бойцы тут пока что, видите, собирают еще всякое остальное добро. И воины мои с медальоном пусть сидят на базе. Молодцы. Молодцы, красавчики. В общем, нам с вами надо нафармить сейчас побольше черепушек, дабы получать улучшения. Всякие разные крутые ништяки. В общем, ребята, спускаемся потихонечку вниз. Но тем временем, что у нас здесь происходит у наших товарищей японцев? Добывают они всякое разное добро. У них появляется сальтозавр-перевозчик. В общем, ребята тут тоже очень хорошо развиваются. Тем временем викинги начинают потихонечку строить оборонительную стену для того, чтобы не допустить меня на своей территории. Шайтаны такие проклятые. Ну и мы с вами ждем, пока перейдем в следующую эпоху. А что это вы, ребята, встали? Давайте, давайте, добывайте. Что вы тут таблом щелкаете? Ну-ка, быстренько, быстренько. У нас, видите, еще там нехватка древесины идет очень активная. Такс, а мой друг перешел в атаку. Ребята, идет нападение у нас на вражескую базу. Ну, постараемся мы с вами поддержать все это добро. Где-то у меня еще должен был быть стеговзавр-перевозчик в передвижной лагерь. Блин, тут реально запутаешься, где кто? Анкилозавр где-то должен был быть. Но я его пока что не вижу. Сам, короче, потерялся. Вот он, этот родимый товарищ мой. Переводим его, соответственно, на вражескую базу. И здесь у нас начинается с вами фа... Ой, блин, тут еще эти шайтаны. Ох, 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 тихо, 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 кархагантазавр. Блин, ну если я его убью, за него аж 54. Аж 54 единички будут давать. Давайте попробуем напасть. Правда, еще, видите, противники. Но в первую очередь, я думаю, имеет смысл разобраться непосредственно с противниками. А потом уже с этими динозаврами. Либо пусть они там друг с другом мочатся. Какой вариант, можно попробовать еще на кабанчика напасть. Где мой этот анкилозавр? Он там, блин, еще топает. Ему очень и очень далеко. Такс, тут уже, по-моему, начинают нападать на моего стегозавра-перевозчика. Аккуратненько, аккуратненько. Но я напоминаю, что там большое количество копейщиков оказалось на его спине. И, соответственно, мы можем обороняться грамотно. Да, тут идет, конечно, жесткая бойня. Непонятно, кто кого вообще мочит, кто против кого. Нападаем на кархатандазавра. Добро, у нас с вами уже тысяча единиц продовольствия. Я в следующую эпоху-то перешел или как? Ребята, давайте посмотрим, где у нас тут с вами. Да, перешел я в следующую эпоху. Беру себе, соответственно, улучшения. И далее свободных бойцов, которые у меня есть. Я хочу построить себе большую диноферму. Реально, большую, огромную диноферму для того, чтобы непосредственно брать и... Тащить, разрушать в том числе стены. Такс, мой стегозавр, перевозчик, вроде как живой пока что. Блин, ну тут на него сейчас может вот этот товарищ напасть. Ему, черт подери, это делает. Такс, анкилозавр. Уводим, уходим отсюда, ребята. Уходим. Нам пока что тут ничего не светит. Нам не получится. Слишком уж сильны динозавры врага. Увы и увы. Однако, тем не менее, мы с вами смогли нафармить порядка 146 черепов. Это очень важно. Поскольку нам стоит получить только 1000 древесины. И мы с вами перейдем уже на следующий уровень. Далее здесь удар брахиозавра. Мы можем с вами попытаться уже брахиозавра себе нанять. Для этого, я думаю, мы с вами сейчас возьмемся передвижной лагерь. Побольше сделаем, да? Те бойцы, которые остались свободны, построят себе еще одну дополнительную палатку. Наши стегозавры живые или нет? Я не знаю даже. Стигозаврик. Слушайте, а где он оказался? Он на базе просто оказался. Молодец. Стигозавр-переводчик. Красавчик. Что-то у него еще лечение. А, он стал просто рядом с храмом и спокойненько подхилился. В общем, как вариант, можно, конечно же, взять и попробовать, собственно говоря, стегозавра апнуть. Либо подождать, пока у нас с вами вот эпоха четвертая появится. Так, стихо, а это кто такой? А как он здесь оказался, ребята? Ядрек-макарек. Это как там носорог с баллистой оказался? What the fuck? Как они вообще смогли прорваться на нашу базу? Вот это поворот, друзья мои. Так, спиральная атака. Сбивается врага с ног, сбивает с ног легких вражеских бойцов. Вот это поворот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушайте, он тут на мой передвижной лагерь нападает. Так, как этот черт оказался у меня вообще на базе? Я, ребята, вот этого не могу понять. Так, заправда, у нас 96 черепов потребовалось, но там для четвертой эпохи требуется всего лишь 60, поэтому это неплохо. Прибывает наш стегозавр-перевозчик. Нападает на товарища вражеского. Заодно мы с вами получим черепушки, что самое главное. Я уже, в принципе, могу нанять себе брахиозавра с лагерем. То есть, это реально передвижной лагерь. Мы сможем нанимать с его помощью себе войска, будучи даже в движении. И здесь, как мы видим, викинги воюют активно вот с кархадонтозаврами. Очень активно у них идет здесь борьба. Да, и тем временем тут еще эти две твари остались. С ними, конечно, тяжеловато будет разобраться. Ну что, передвижной лагерь у нас с вами готов. Хорошо, получили мы с вами дополнительные черепушки. Ждем, пока у нас накопится нормальное количество древесины. И, в принципе, всех бойцов, я думаю, надо перевезти просто на производство древесины. Быстренько отправляем их сюда. Все те, кто есть, и те, кто даже там мясом занимается, не мясом, плевать. Нам сейчас нужна конкретно вот только древесина. Огромнейшее количество древесины. Мои передвижные лагери пока что еще работают. Так, сдали. Брахиозавр уже появляется у моего союзника. Это реально очень мощный динозавр, у которого 3000 хп. Отправляют они его моментально в бой. Ну что, наши передвижные лагери пока что остаются. Давайте мы с вами также стегозавра вернем туда. Вообще, надо бы создать себе еще одного стегозаврика для того, чтобы уже активно поддерживать наших союзников. Тем более, что он тут анкилозавром уже нападает непосредственно на малые ворота. Но вот ввиду того, что куча-куча-куча там динозавров вражеских, это становится очень-очень тяжело. Добро, 650 единичек у нас есть. Воин, чтобы произвести его. Давайте наймем несколько штук. Переводим их, соответственно, точку сюда. Далее, анкилозавры разбираются с врагами. Здесь отлично, минус один. Там уже потихонечку наш стегозавр. А здесь что происходит вообще? Слушайте, это сальтозавр. Переводчик уже оказался. Слушайте, они к нам реально подбросили противника. Надо попробовать замочить этого сальтозавра, поскольку за него 70 аж. 70 черепошек мы с вами сможем получить. В общем, стегозавр вступает в бой. Молодец. Надо бы его вообще прокачать. Для того, чтобы удар хвостом вызывал еще шоковые волны. Дополнительное. И смотрим, что нам там для пятой эпохи. Тысяча единиц, тысяча таких. Ну, в принципе, провизию мы с вами сейчас получим. На этот счет можно не переживать. Там у нас боец работает. Ну что, 176 черепушек у нас с вами есть. Можно даже попробовать там повысить уровень нашему стегозавру-переводчику. Он уже становится первым юнитом третьего ранга, который есть в нашем распоряжении. Добро. Что у нас теперь происходит здесь? Разборки с майозаврами по-прежнему. Давайте еще, наверное, нескольких мы с вами выделим сюда, для того, чтобы побыстрее все это дело у нас произошло. Майозавры там тем временем убегают. Здесь начинается просто лютое сражение нашего стегозавра. Однако, я думаю, что нам стоит отступить, ибо слишком жесткие, слишком много бойцов там у противника, к сожалению, появляется. Наши воины отходят обратно. Однако, здесь за нами погнался копейщик, и сейчас он пострадает из-за этого. Просто несколько наших воинов на него нападают. Молодцы. Выбивают его. Красавчики. Все, получаем мы с вами дополнительные черепушки. Ну, там, слушайте, какой-то огнеметчик просто поражает нашего брахиозавра. Мы, ребята, отступаем. Пока что и не способен здесь вот грамотно бороться так, чтобы я одержал победу. В общем, мы с вами переходим в пятую эпоху. Теперь я могу спокойно вынимать себе там стегозавров. В таком количестве, которое мне необходимо. И, что самое важное, скотобойню я могу построить. Для чего нужна скотобойня? Для того, чтобы мы могли беспрепятственно закупать продовольствие и мясо. Нанимаем себе еще нескольких бойцов. Пусть они занимаются добычей древесиной. Отступаем мы с вами обратно. Стигозавр, переводчик, вообще очень сильно пострадал, как вы видите. Половину хп мы с вами потеряли, к сожалению. Там происходит пятлютая битва. Монах-целитель еще сражается вдобавок ко всему. Мы же с вами сейчас будем просто перебрасывать туда побольше воинов. Давайте, ребятки, зарабатываем себе древесину. Даже те, кто на мясе сидят, тоже должны обязательно добывать древесину. Так, стегозавр, переводчик. Ребятки, можно нам, в принципе, 150 единиц дерева получить. Тем временем, что тут у нас происходит? Да, противник перешел в контратаку, однако здесь он слишком увлекся и зашел очень-очень далеко. Тем временем, база противника, вы посмотрите, реально становится очень большой. Тут огненная пушка какая-то огромнейшая, огромнейшая огненная пушка появляется. Те бойцы, которые у нас что-то тут стоят, тупят. Ребятки, давайте все на древесину отправляемся. Быстренько, быстренько. Тебе, я думаю, даже можно будет построить еще палаточку какую-нибудь дополнительную. Так, стегозавр, переводчик под угрозой. Реально, оказался парень под угрозой. Однако, тем не менее, здесь, посмотрите, опять эта огненная пушка сражается против нас. Мы с вами дальше нападаем. Есть одна интересная фишка. Если мы с вами повышаем уровень, то стегозавр магическим образом просто выхиливается. Идем в атаку на огненную пушку при поддержке брахиозавра. Против нас еще тут огнеметчик работает. Но, в общем-то, я думаю, что с огненной пушкой мы с вами сможем разобраться. Здесь довольно большое количество наших воинов. Заказываем себе еще одного стегозавра-перевозчика. Указываем ему точку появления здесь. Далее, в наших аппараках нанимаем дополнительных воинов. Войны нам просто необходимы. Так, у нас достигнуто максимальное количество существ в этом уровне. Перешли мы с вами в новую эпоху. Еще увеличиваем эффективность собирательства. Далее, добро. У нас тут сальтозавр-перевозчик против нас выходит. Нападаем на сальтозавра-перевозчика. В общем, ребята, давим потихонечку. Воин под угрозой. Да, ребята, страдаем. Так, а что у нас здесь происходит? Ой, бляха-муха. К нам прибыл викинг. Друзья мои, к нам прибыл викинг, который решил атаковать нашу базу. Вступают наши бойцы с ним в битву. Стоят до конца. Молодцы, как и положено. Стигозавр красавчик страхует. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь стегозавр наш под угрозой. Ребята, надо спасти. Надо спасти. Отводим его обратно. Черт, 1300 хп всему-навсего осталось. 1300 хп. Такс, ну вроде выжили, ребята. Фу, это было классно. 280 черепушек. Сколько требуется? 300 черепушек требуется для перехода на следующий уровень. Ну что, как мы с вами подействуем? Давайте отойдем обратно немножечко. Похилимся здесь. Бляха-муха. Тут вообще тотальное нападение на нашу базу. Ребята, быстро, 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 быстро. Все обратно. Стигозавр наш жив или нет? Стигозавра нашего... Нет, вроде живой. Нанимаем копейщиков. Тут викинги перешли в контратаку. Бляха-муха. Братишка, помоги мне, пожалуйста, помоги, уводим мы с вами передвижной лагерь Уводим первый, уводим второй Блин, я тут реально рискую сейчас просто взять и потерять всю свою базу Идет просто активное противостояние, паровой таран против нас приехал Вот это поворот, друзья мои, вот этого я не ожидал Это, конечно, очень неприятно, посмотрите, снова накидываются противники на нас В атаку 295 черепушек, блин, мне надо кого-нибудь замочить, чтобы мой стегозавр получил улучшение Ох, блин, стегозавр здесь тем временем сражается, наши воины тоже сражаются, копейщики Практически всех перебили моих сборщиков, всякого разного добра Мы с вами нападаем на носорога с баллистой, ну блин, 205 хп, 160 хп, ребята, отходим, отходим, отходим Отходим, не хочу ее потерять, 115 хп Блин, ребятки, ребятки, спасите стегозавра Спасите наши души, ребята 115 хп, блин, надо просто повышение получить, надо кого-нибудь завалить Отходим мы с вами обратно Уходим Есть, есть повышение Все, 1800 хп, нападаем на противника Добро Наши воины тем временем там сражаются Вроде как останавливаем мы с вами наступление Сейчас еще носорога с баллистой замочим Ах, шайтан, труба Нападаем на носорога с баллистой Так, передвижной лагерь Ребята, тем временем у нас отходит куда-нибудь подальше Добро, здесь мы с вами отбились Хорошо, мы отразили атаку Мы отразили атаку викингов Ребята, мы живы Мы будем жить Нанимаем себе еще дополнительных копейщиков Побольше, побольше, побольше Ну, я не могу просто терпеть такой наглости Такой дерзости, что на меня так подло напали Что по сути ликвидировали моих бойцов Все меня ликвидировали, я всего лишился Всего был лишен Стигозавр, переводчик четвертого левела Тем временем нападает тут у нас на копейщика Далее другие носорога с баллистой тоже нападаем Это что такое время игрока для постройки городского центра У нас даже таймер идет для того, чтобы я мог его построить Этот городской центр, потому что все просто закончилось Вызываем мы с вами себе еще дополнительных ребятушек Пищи недостаточно, пищи не хватает Надо еще собрать эту пищу Чтобы хоть что-то у нас там появилось Поэтому быстренько отправляем мы с вами наших Ребятушек на ягодные деревья Потому что видите, все тут пострадали Но вроде как отбился Ох, ребята, по красоте все сделали Сейчас надо восполнять запасы пищи Восполнять наш лагерь Соответственно готовиться Мы перейдем обязательно в контратаку Мы должны будем отомстить врагу Тем временем наш стикозавр-переводчик Тоже производим улучшения Я хочу в него посадить нескольких своих бойцов Поэтому пусть он у нас переходит сюда Ну, репвикинги, друзья мои Просто трепещите Просто трепещите Скоро к вам придет орда Самая настоящая орда Так, с повышения уровня Покупка черепа в данный момент невозможна Потому что у нас и так 1800 хп Мне бы, знаете, построить себе какой-нибудь лагерь Точнее построить себе Непосредственно Знаете, какую интересную штукенцию Храм для того, чтобы хилить своих стикозавров Ну ладно, к черту все Ребята, мы идем мстить Мы идем ломать ворота Силенные ворота викингов Мы идем захватывать их базу Надеюсь, что у нас все получится Хотя пока что вы сами видите Какие у нас большие такие приятности Производим улучшение еще одного стикозавра Тратим, соответственно, черепушки Прибывает нам дополнительный лагерь Добро Мы с вами производим себе новых бойцов Пусть они здесь оказываются И с древесиной у нас, конечно же, тоже очень большие проблемки Но викинги нам тут испортили жизнь довольно сильно Начинается война с воротами Таранят их стикозавры Идут в атаку Второй стикозавр у меня, к сожалению, сильно ранен Половина хп все-таки была потеряна Так, здесь, ребята, давайте идите на скотобойню Надо все-таки там что-то делать Надо получать нам с вами еще вдобавку всему древесину Надо нанимать себе новые войска Потому что слишком многое тут потерял Стикозавр-переводчик под угрозой Ну что, кто-то там на нас напал, похоже, да? Колесница, нападаем на колесницу Ребята, стикозавр-переводчик тоже тут против нас работает, действует Открываются ворота Блин, колесницу не знаю, видят они или нет Давайте отойдем чуть-чуть обратно Где эта колесница? Проклятая Вроде как не видно ее пока что Как-то она там оказалась Блин, усиленные ворота Ладно, продолжаем мы с вами долбить ворота Мне бы еще, знаете, себе нанять вот этого товарища брахиазавра Это было бы просто супер Это было бы очень выгодно и очень к тему Далее, нанимаем еще себе бойцов Пусть прибывают у нас новые копейщики Правда, видите, лимит армии появился Такс, викинги идут в контратаку Викинги бросают против нас паровой танк Тихо-тихо-тихо, ребята, отступаем, отступаем Все-таки шайтан-труба такая Все-таки здесь, видите, довольно сильный И стикозавр, живи, брат Живи-живи-живи-живи-живи Оставляю я Своего анкилозавра для прикрытия Но пикинеры идут в атаку Пикинеры, блин, 26 хп, друзья мои 26 хп, Карл Очень мало хп Пикинер идет в атаку за стикозавром Брат, живи, все, убили Молодцы Молодцы, ребята, мы спасли Нашего стикозавра Ох, друзья мои, это было очень жестко Нам необходимо построить храм Просто маст хэв построить храм Строим его здесь Как там дела у наших остальных ребятушек? Нормально все Живы-здоровы Будут жить, что называется Копейщик Копейщик тут оказался И просто бревна прилетели Слушайте, тут реально против нас Сильная группировка собирается Очень сильная группировка Нам необходим храм В срочнейшем порядке Для того, чтобы мы могли похилить Наши войска Появляется храм Нанимаем мы с вами себе шамана Далее, надо еще построить Дополнительные дома Палатки Строим, соответственно, палаточку И хилимся Хилим наши отряды Хилим наши войска Потихонечку Викинги там не знают По-моему, они собираются В контратаку По-моему, они собираются В контратаку Друзья мои Ладно, все это не важно Самое главное, что хилится Потихонечку наш боец Появляется шаман Который тоже Вроде как сейчас должен Нас подхиливать Потихонечку Защит от пуль Количество черепушек Которые мы с вами можем получить Провизия у нас 1110 Как вариант Можно сейчас попробовать Себе нанять Аллазавра Хорошо сражается В ближнем бою Брахиозавра с катапультой Нанимаем себе Аллазавра И викинги тем временем Тоже отправляются В какой-то из походов Проходят они Здесь по центру Но мы с вами ждем Мы с вами ждем Строимся Дополнительные палатки Также нам необходимо Здесь получить еще Камень Себе вдобавок ко всему Некоторые из наших бойцов Почему-то захотели Похалявить Поотдыхать Мне это не радует Так что у нас здесь происходит Какая-то битва Какая-то битва нашего воина Который напал на Вражеского лучника Молодец Красавчик братишка В общем медленно хилится Наш стегозавр Даже не знаю Как его улучшить Увлечение дальности Обзора шаманов Превращение шаманов В животное Ватафак Способность шамана Термита Постепенно разрушает здание Шаман наземный боец Появление вокруг воинов Высокого уровня Пугающей ауры Слушайте Классная штукенция Что у нас Тем временем здесь Отлично Появляется Аллазавр Мы с вами Улучшаем Нашего Аллазавра Это реально Очень мощный юнит Друзья мои Давайте на этом Закончим Наверное Нашу серию Если вы хотите Чтобы сегодня Вышла еще одна серия Давайте наберем Ну допустим 500 лайков Тогда сегодня Выпускаю еще одну серию По пара ворлду С вами был Диодант Всем удачи Хорошего настроения И пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok